Включается вниз? Мед, сода, вода. Специальная вода для питья из-под фильтра. Сейчас я буду делать напиток богатырей. Смотрите внимательно. Пью я его. Утром натощак. Курс пока не надоест. Ну, по крайней мере, недельки в гре. Этот напиток позволяет приобретать селищу и завоевывают медали в Крыму. Мед, сода, вода, холодная питьевая вода из-под фильтра. И сейчас будет напиток богатырей. Крутой кипяток. Очень крутой. Наикрутячий. Сода гасится. Она должна погаситься. Процесс гашения произведен. Если этого не сделать здесь, это произойдет у вас в желудке со всеми отягощающими последствиями. Далее. Вода. Питьевая вода. Из-под фильтра. Размешиваем. Получается, содовый раствор. Теплый. Теплый содовый раствор. Далее. Смотрите внимательно. Ложка меда. Опа! Чайная ложка меда. Размешиваю. Вот он, напиток богатырей. И богатырь его пьет. Вкус напитка намного лучше. Вода теплая. Примерно градусов 35-38. Тридцать восемь. Вот и все. Вот такое простое приготовление напитка славянских богатырей. Пью утром натощак раз в день. Все. Дальше. Со своего собственного опыта скажу. Как бы я не питался в течение дня выпить еще соду. Практически всегда нарывался на то, что что-то в желудке есть, что-то там переваривается. Сода начинает взаимодействовать. И пошло-поехало. Как говорят немцы, Гутышмек. Курс пока не надоест. Ну, примерно две недельки. А дальше там, может быть, два месяца, может быть, два года. Может быть, всю оставшуюся жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Благородный бой. 5 октября. Золотая осень, золотая осень, осень, осень. Продолжим о напитке богатырей. Вот смотрите. Я буду про себя рассказывать. Я выпил напиток. Там есть мед. Мед, он обладает желчегонным действием. То есть, этот напиток, помимо того, что сама по себе сода прослабливает, с медом это действие будет еще сильнее. Поэтому через 15 минут я сходил в туалет, опорожнился налегке. То есть, сработал напиток сначала на очищение кишечника. Это очень хорошо. Далее начинается действие. А именно его действие. Сода всасывается, мед всасывается и выполняет свои там свои функции. пополняет щелочные резервы крови. Как принято говорить, энергетические резервы, мед. И все хорошо. Вопрос волнует. Вот вы приняли соду. А когда же после приема соды натощак есть? Говорю так, как это делаю я. Вот я выпил соду. Теплый раствор или напиток. Я чувствую, что он у меня в желудке. Вот он у меня в желудке. В желудке. Тепло здесь. Это продолжается минуту. Ну, смотрите, я выпил в 9 часов. Я не зря вам показывал. Сейчас у нас 9.35. Я чувствую, желудок опорожнился. То есть, он пустой. Сода ушла ниже. Вызвало там очищение кишечника. Сработало мощно. Все. Значит, в желудке соды нет. И уже через 35 минут я могу поесть. Но так как мне есть не хочется, я похожу это примерно часик и после этого поем. значит, вы ориентируетесь по своим ощущениям. Выпили соду. Чувствуете теплота в желудке. Она не обязательно будет прослаблять. Это вот в первые разы идет такое очищение. Она там выполняет свою, так сказать, первоначальную роль. просто-напросто пробить разного рода там пробки. Значит, дальше. Выпили. Чувствуете. Желудочек там теплый. что сода еще находится у вас в желудке. И вот вы ждете. Пока пока желудок не опорожнится. По каким это ощущениям. То есть проходит вот эта теплота в желудке. Это обычно так минут через 20 30 у кого как. Понимаете? У кого как. У одного может через 10 минут пройти. У другого она может пройти через час. Насколько какие-то у вас есть проблемы в желудке или их нету. Но особенности организма. Ждете. Подождали. Видите? Одинокий голубь. Пасется. голубь отшельник. Значит под... Ох! А я думаю это белка бежала. Это ворона летела. Подождали. Ушло. И уже после этого начинаете кушать. Но еще лучше. Еще лучше. Есть такое понятие как чувство аппетита и чувство голода. Аппетит, ну как бы такая тот же можно сказать голод. но вот начали там сотрудники на работе пить кофе. А и вам захотелось. Пирожочек там начал кто-то есть. А и вам. Хотя вы сыты. Ну вот как-то глядя на все это вам захотелось. А голод а вам знаете уже захотелось по-настоящему покушать. Голод чувство голода указывает на то, что ваш организм полностью переварил пищу и готов к приему и перевариванию следующей порции. Это очень важно. Если аппетит это просто вы балуетесь ага вот сейчас бы еще что-нибудь вкусненького бы попоел то голод это уже основательная потребность организма подкрепиться. Не будем там распространяться что там кровь голодная стала там рецепторы головного мозга. Поэтому вы если уж так хотите основательно выпили соду в течение где-то часа а может быть и больше подождите пока вам не захочется вот действительно есть и тогда садитесь и кушайте это это будет самый 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 лучший способ употребления соды и еда после нее первая еда после нее то есть это полностью безопасно потому потому что опять-таки отвлекемся да у некоторых через 15 минут все это тут ушло желудок может принимать и то смотря что вот смотрите хорошая мысля ко мне пришла в голову смотрите вот принял я допустим соду и я чувствую так через 20-25 минут у меня тут все ушло ушло туда в тонкий кишечник и там начинается там всасывание еще там свои процессы идут и в зависимости от того какую я принимаю пищу на завтрак я могу эту соду догнать той или иной пищей ну допустим если я вот съем там что-то типа там мясного то оно в желудке там будет у меня лежать обрабатываться процесс там долгий идет а если я съем там допустим картошечку с салатом он может быстренько прохватить прохватить проскочить туда в тонкий кишечник и там встретиться с остатками судового напитка который там продолжает всасываться и там произойдет реакция не обязательно в желудке она может произойти в районе там 12-перстой кишки более нижнего отдела тонкой кишки 12-перстной кишки и более нижних отделов тонкого кишечника и там получится что что-то у вас не получилось добра здоровьица поэтому такое многообразие о приемах соды и рекомендациях через сколько есть всегда ориентируйтесь на свое самочувствие чувствуете прошло там столько это время вот как я сказал да я примерно через 20 минут там уже ем у меня суда уходит из желудка а вы чувствуете что она у вас не ушла значит ждете ждете ничего туда не забрасывайте и как только вы почувствовали что все ушло и еще к тому же чувство голода начинает появляться о это то время которое необходимо для правильного приема пищи после приема соды всем разное все у нас по-разному идет и поэтому критерием для вас должно быть понятие не время а вот 10-15-20 там минут а понятие что вы должны доброго здоровьица а а понятие того что что у вас происходит во время той или иной процедуры и на основании на основании этого строится ваше дальнейшее действие как я сказал красота вот так лично я поступаю а в целом конечно рекомендации море и море из-за того что все мы разные для одного достаточно там 5 минут а для другого 50 минут и все эти рекомендации вот так вот и пляшут вот я вам рассказал о своем приеме соды погода отличная золотая осень бабье лето бабье лето тепло я в шортах потому что я не хочу что-то одевать на себя потом начинаешь потеть излишне дружба мой пришел да идет 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 сейчас я ему руку засуну в пасть не вот такой напиток богатырей сода гасится далее она разбавляется холодной водой становится теплый напиток туда добавляется мед в теплоте вот такой до 40 градусов он не разрушается и вы получаете такую интересную смесь согласно воззрениям древних мудрецов средневековых и и более древних мудрецов мед является конем который лучше на себе доставляет действующие вещества из растений в данном случае соду в организм в ткани чем улучшается эффект приема данного содового напитка кстати частенько я смотря зарубежные фирмы фильм слышал такое выражение какой напиток будет я говорю там мне мне содовую воду или двойная содовая что-то там такое может кто-то тоже слышал помимо меня содовый напиток может это что-то другое подразумевалось ну и все пожалуй что касается соды моего приема я еще не ел сейчас я пройдусь и у меня будет завтрак завтрак это творог почему творог потому что у меня слабая эмаль зубов и когда я периодически творожочки я чувствую как она укрепляется а чувствую я что она укрепляется это исчезает оскома то есть эмаль утолщается и никаких там оском или еще чего-то там такого нет опять я хочу сказать может это и смешно вот выглядит о чем я только что сказал но все мы разные все мы разных у одних вот зубами никаких проблем но это большая редкость с эмалью тоже никаких проблем она хорошая у других чтоб они не делали она какая-то тонкая а чуть что еще поделают она сразу истончается можно сказать что это генетика но я бы не сказал что это генетика в том понимании в которое его вкладывает генетика я бы так сказал вот это здоровье и мощность рода в котором вы оказались в том или ином роду не так то просто оказаться это должно быть у вас какие-то наработки в прежних жизнях чтоб вы попали именно в тот род на прогулке доброго здоровья нормально 9 часов как было принято содовая водица сейчас без 4 минут 11 я начинаю свой завтрак перед этим я принял семя тмина за столом я всегда сижу в позе полу лотоса всегда когда дома ем левой рукой хотя я прав шаг развиваю оба полушария ем не спеша тщательно все смачиваю слюной не запиваю и после еды не пью моя собственная серебряная ложечка когда вот так вот походишь хорошенько проголодайся слюна таки брызжет практика показала есть надо так чуть-чуть в противном случае живот растет я с ним проигрываю битву 11 часов завтра как кончен через полчаса тренинг благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про доброго здоровьица и до новых встреч мою авторскую библиотеку и до новых встреч и до новых встреч